МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футбольная школа Юниор – это крупнейшая федеральная сеть частных футбольных школ, которые функционируют на рынке с 2013 года. На сегодняшний момент 197 школ в более чем 100 городах как России, так и Казахстана, Белоруссии и Индонезии. Соответственно, мы занимаемся обучением, даже привитием детям любви к футболу. Это наша миссия, и мы, собственно, ради этого мы и занимаемся. Именно популяризацией спорта и конкретно футбола. А я так понимаю, для нашего города это абсолютно новое явление, да? А как вот у вас появилась такая идея организовать в нашем городе футбольную особенную школу? Ну, моими креативными директорами являются мои дети. Соответственно, это те люди, которые, если хотите, сердцем чувствуют искренне, и обмануть их очень тяжело. Собственно, а в данном конкретном случае это мой сын, которому 3 года с небольшим. И ждать, когда ему исполнится 6-7 лет, чтобы он смог посетить традиционные детские спортивные школы, которые, слава богу, в Рязани очень хорошо развиты. За это, наверное, надо сказать спасибо и администрации города, и тем людям, которые занимаются развитием футбола в Рязани непосредственно. Но вот с учетом того, что ему 3,5 года, а ждать не охота, хотелось бы его побыстрее, так сказать, привлечь, привить ему навыки, которые в жизни будут необходимы, такие как лидерство, команда образования. То есть, имея этот багаж, он сможет реализовать себя абсолютно в любых проектах, которые он там уже сам будет реализовывать. Собственно, поэтому решил поискать, что есть, как, понял, что в Рязани этого нет. И вот как раз вышел на руководителей футбольной школы юниор, посмотрел, как это работает, какие счастливые лица у детей после тренировок, во время тренировок. Ну и, собственно, решил, что да, вот это то, чем я хочу заниматься. Тем более, это и бизнес-проект, и в то же время и участие в жизни своего ребенка, который будет ходить к тем тренерам в эту школу. Поэтому я, скажем так, как никто другой, заинтересован в том, чтобы этот процесс был максимально полезен как ребенку, так и удобен для родителей. Ну, я так понимаю, что основная особенность школы в том, что вот именно возраст очень ранний, да, с которого можно детей отдавать. Ну, в принципе, как бы три с половиной года, ну, для футбола, наверное, равновато считается, да, вот в общепринятых школах или как? Ну, общепринятые школы, они скорее, ну, скажем так, на законодательном уровне и бюджетом, ну, как бы связаны, и у них, соответственно, не могут преподавать детям раньше шести и семи лет. Вот. Но, как бы, общемировая практика есть тому подтверждение, там, частные уроки тенниса, там, художественной гимнастикой, фигурным катанием, когда дети приходят, ну, максимально рано, скажем так, и с учетом вот этой вот специфики и наработанных методик, дети уже с трех лет, ну, способны заниматься не спортом, вот как таковым, а именно физкультурно-оздоровительной деятельностью. Ну, то есть, ну, в моем понимании, чем раньше ребенок начнет общаться с мячом, поскольку мы футболом занимаемся, то я уверен в том, что к шести-семи годам, то есть, выпускник нашей школы может вполне себе хорошо себя показать и на вступительных экзаменах в какую-то футбольную школу, если не захочет по нашему направлению развиваться. То есть, я думаю, тут только польза для ребенка. Плюс это развитие координации, мышления, команда образования тоже самое, то есть, дети внутри команды общаются. Есть положительные примеры в лице тренера, которые именно вот становятся теми людьми, которые и прививать будут любовь к футболу, поскольку они сами любовь к футболу, им живут, кто фристайлом занимается, кто просто играет в удовольствие, с высшим образованием и так далее. То есть, основным критерием для нас является, это прежде всего, любовь к детям, потом любовь к футболу, наличие навыков игры в футбол. А поскольку у нас есть своя методика, которая разработана доцентом кафедры физкультуры, университета физкультуры и спорта имени Лесговта, Герасимцом, в партнерстве с испанскими и немецкими коллегами. Соответственно, руководство футбольной школы юниор вкладывает и время, и средства в совершенствование процесса обучения. Используются как очные формы обучения тренерского состава, так и дистанционные. Периодически происходят вебинары с ведущими тренерами Испании, Германии, также и с медицинскими. Последний раз был вебинар с главным врачом сборной России по футболу, соответственно, с психологами. То есть именно во главу угла ставится ребенок, и его задача развить в нем те качества, которые ему мать природа одарила. И, соответственно, чтобы это все максимально в таких комфортных условиях ребенок мог творить. В общем, дети в надежных руках – это однозначно. Я уверен в этом, потому что мои дети будут также посещать данную школу и, собственно, ради них. На какое количество детей рассчитана школа? Школа, там несколько другой подход. То есть мы стараемся организовывать наши занятия в лучших залах города. В данном случае речь идет о спорткомплексе «Буревестник». Зал достаточно большой, там более 750 квадратных метров. Но специфика нашей работы такова, что на одного тренера не более 8, ну, в крайнем случае, 10 деток. Соответственно, по мере комплектования группы, вот, соответственно, не отходя от этих принципов, будут и формироваться группы. Они будут формироваться как по возрастному принципу, так и по, ну, скажем так, индивидуальным качествам самого ребенка. Есть детки, там, в 3,5-4 года активнее, чем некоторые 5-летние, там, чуть постарше детки. Поэтому тут уже будут работать тренеры, присматриваться, комплектовать группы, чтобы тренировочный процесс шел максимально полезно для детей. И вот из этих соображений так и будет. Ну, то, что вот дети с самого раннего детства могут идти заниматься, это мы выяснили, да? Вот верхний потолок какой? Понимаете, юниор – это футбол, который нравится детям. Верхнего потолка, как такового, нет. Все зависит, как бы, вот, конкретно по Рязани, да, от наличия желающих. Да, то есть, если будет достаточное количество сформированных деток, там, 9-10, там, 12-летнего возраста, ну, почему бы и нет? Все, все возможно. Вот. Со временем, я уверен, такие группы сформируются и будем плодотворно заниматься. Тем более, что по развитию, стратегическому развитию вообще футбольной школы юниор в России вообще, будет планироваться, создаваться своя детско-спортивная школа и академия футбола, и будет создаваться футбольная команда, которая будет участвовать в той или иной футбольной лиге по соответственности своей работы. Поэтому, с точки зрения перспективы ребенка по, ну, дальнейшему взаимодействию, я думаю, они такие достаточно хорошие. Хорошие. Повторю, что более 14 тысяч детей по всей России, как бы, вот, ну, занимаются в футбольной школе. А, соответственно, вероятность того, что наша школа, скажем так, даст хороших, талантливых футболистов, и команда будет достойной, и побеждать, я думаю, это хорошо. Ну, и, наверное, вот последний вопрос. Как записаться? Как прийти? Что надо? Прийти. Соответственно, записаться можно на нашем сайте футбольная школа РФ. Вот, соответственно, там весь интерфейс сайта настроен на то, чтобы было максимально удобно. Вот, также можно по многоканальному круглосуточному телефону позвонить в колл-центр, и также записаться на бесплатное пробное занятие. Ну, и успехов вам и вашим подопечным на нынешнем и будущем. Спасибо огромное. Я телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Александр Цаплин, руководитель школы юниор Рязани. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова